Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. О том, следуют ли сегодня сотрудники службы такси особому кодексу и о чем говорят после смены, расскажет наша гостья Ольга Лапшина, генеральный директор радиотакси. Я бы сказала, что весь рынок, особенно в городе Рязани, можно разделить на две составные части. Одни из себя представляют так называемые диспетчерские службы или сетевые компании. И другая часть – это такие традиционные. Я тоже часто пользуюсь такси, и каждый раз действительно встает вопрос, куда позвонить? Одни компании работают целиком и полностью, придерживаясь законодательств, которые на сегодняшний день существуют. А другие, используя лазейки именно в этом законодательстве, могут и демпинговать ценой. И мы, естественно, вот рязанские перевозчики, достаточно нам сложно конкурировать с ним. И думать при этом о комфорте, чтобы пассажир не отказался от услуг. Да, и пассажир не отказался, да, и каким-то образом стараться, стремиться к тому, чтобы цена... Цена и качество были приемлемы и совпадали. Были приемлемы и совпадали, да. Расскажите о людях, которые приходят работать в такси. Вот мне, например, очень важно. Если я еду навстречу, мне важно, чтобы таксист был глухонемым, как принято говорить. Чтобы я думала о чем-то, да. Если я еду на работу, мне важно, чтобы вот этих открытых форточек их просто не было. То есть я должна себя довести в нужном виде. Какие ребята приходят, как вы их отбираете? Вот согласно даже закону, мы не имеем права принимать на работу водителя, у которых стаж не менее трех лет. И вот, допустим, к нам приходят уже на самом деле осознанно. Если хочет пассажир поддерживать какую-то беседу, то нейтральные абсолютно должны быть фразы у водителя. Я всегда своим водителям об этом напоминаю. При каждых инструктажах, при каждых беседах они должны уметь общаться с клиентом. Мало того, что они должны соответствовать всем требованиям. Опрятно выглядеть, элементарно. Опрятно выглядеть даже элементарно. А какое количество людей у вас работает? У нас как бы разделение такое на сотрудников диспетчерской службы и водителей. Диспетчерская служба – это 16 человек, а водительский состав – более 100 человек. Сейчас важно свой автомобиль или это автомобиль компании. И вы знаете еще какой нюанс? Я пользуюсь услугами разных фирм, и получается, что иногда утром, к примеру, машинки попроще, а вечером посолиднее. У вас есть такая градация? Нет, у нас градации такой нет. Те водители, у которых достаточно приличный автомобиль, он все-таки ценит и понимает, и рассчитывает, и может посчитать, что, допустим, за 70 рублей ему абсолютно невыгодно везти. Коль уж вы сегодня в кресле и гости, давайте мы расскажем о плюсах вашей компании. Остается это живое общение и с клиентом, и диспетчерской службой с водителем. Потому что, вот простые, допустим, рязанцы вызывают такси, как правило, сейчас попадают в определенные колл-центры. Можно 10 минут провисеть. Да, и от них требуют именно конкретного адреса. Мы не всегда знаем, допустим, мы знаем, как объект этот называется, там, к примеру, больница, какой-то номер такой. Причем, знаете, объект бывает по старому названию, кинотеатр какой-нибудь, Москва, да, и, собственно, где? Где, да. А от нас требуют, от клиентов, вот именно эти колл-центры требуют точного адреса. Вот у нас этот недочет, скажем так, исключается, потому что наши сотрудники в диспетчерской службе, они знают город. Если им называют, допустим, школу какая-то или ориентиры какой-то, они понимают прекрасно, по какому адресу это находится. Девочки некоторые даже знают уже клиент по голосу. Вот это большой плюс, кстати, это всегда приятно. Приятно. А бонусы для таких клиентов есть? Да, у нас для таких клиентов существует система дисконтных карт и предполагают скидки. И именно честно, дисконтные карты все имеют нумерацию, они все отслеживаются. И, в общем-то, это не просто так по всему городу разбросать эти дисконтные карты. И можно, к примеру, заказать такси на завтрашний вечер сразу? Конечно. У нас существует система предварительных заказов. Не обязательно на завтра или там послезавтра, можно даже за неделю и за две. В общем, предварительные заказы у нас можно делать. Я уверена, что водители рассказывают какие-то байки, когда все вы собираетесь вместе. Может быть, когда это пересменка, может быть, если это какие-то корпоративные праздники. О чем вообще говорят водители? Какие люди сейчас ездят? Наши постоянные клиенты, которые заказывают у нас, они совершенно другие. Во-первых, возрастная категория у нас чуть-чуть выше, у нас мало пользуются студентов. Это, опять же, спокойнее и для самих таксистов. Да, для водителей они всегда говорят, что нам приятнее вести. Клиент трезвый, хорошо выглядит. Да, хорошо выглядит, всегда оплатит поездку. Чего вам не хватает и к чему вы стремитесь? Есть какие-то планы на ближайший год, к примеру? Я считаю, что нам сейчас нужно перетерпеть, выждать какое-то определенное время. Не останавливаться, конечно, на том, чего там достигнуто за не один десяток лет работы. Но, тем не менее, по крайней мере, выжить в этих сложившихся условиях. Ну, а направление такое, я так думаю, что мы сейчас основной упор будем делать на работу с корпоративными клиентами, с организациями, потому что для организаций крупных, допустим, конечно же, важно безопасность. Для тех же менеджеров это действительно очень выгодно, потому что бывает, перевозишь бумаги, деньги. В общем, вот к разговору о том, чтобы перевозить бумаги, деньги, я хочу такое дополнение сделать. У нас вот всегда, если, не дай бог, оставит пассажир какую-то там вещь, документ и так далее, в любом случае это все находится, это все возвращается. Очень много примеров разных о том, что это никуда не исчезает, и в любом случае все это клиенту будет доставлено. За дешевизной мы не гонимся. А девушки приходят к вам работать? Да, у нас работают девушки. Водители? Водители, конечно, да. И уже не один год много лет работают. На самом деле профессия достаточно опасная, я бы сказала. Люди бывают разные. Кто знает, как отреагируют. Бывает, что со свадьбы народ веселый, агрессивный иногда. Безусловно. Да. Ну, вы знаете, у нас вот девушки, они, если мне память не изменяет, мне кажется, они работают уже не один год, по-моему, даже более пяти лет работают. Во-первых, они уже, у них есть определенный опыт, а на первых порах им всегда помогали наш водитель-мужчина. А есть какой-то любимый водитель? Вот бывает, что звонишь, договариваешься в салон красоты, там есть любимый мастер именно к нему. А любимый водитель есть у вас? Вот именно его хочу сегодня. Это мы так называем персональные заказы. И клиент, у нас все водители под позывными, и клиент может порекомендовать или пожелать, а пришли к мне, пожалуйста, допустим, там 5-5 водителя. И если водитель на самом деле в данный момент на линии, то мы ему предлагаем, он не отказывается, естественно, едет и отвозит данного пассажира. Я хотела бы вас попросить, чтобы пару слов вы сказали пассажирам, которые иногда переживают поймать такси. Сейчас много иногородних, девочки приезжают учиться. Все мы торопимся на работу, и хочется действительно вот эти 10-15 минут в чужом автомобиле провести с комфортом, спокойно, хорошо. Ну, во-первых, я хочу обратиться к нашим постоянным клиентам и пассажирам, и сказать им огромное спасибо за то, что они продолжают пользоваться нашим такси и обратиться к вновь, допустим, захотевшим воспользоваться нашими услугами. Мы всегда рады вам помочь, всегда доставим вовремя. Просто вам следует набрать наш телефончик. Спасибо за эту встречу. Это была программа подробностей. Мы желаем всегда находить общий язык водителям с пассажирами. И желаем счастливого пути. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова